Добрый день, глубоко уважаемые участники Конгресса! Представляю вашему вниманию доклад «Применение мелатонина в профилактической онкогеронтологии». Мелатонином, а точнее процессами нарушения циркодианных и циркунальных ритмов организма, наша лаборатория и наша кафедра Петрозаводского государственного университета занимаются уже 15 лет. За это время мелатонин был исследован достаточно подробно. Настолько подробно, что даже в рекомендациях по комплексному лечению инфекции, вызываемой коронавирусом, есть указания на прием мелатонина. При поиске публикаций в базе данных, пабмет, рецензируемых статей, опубликованных на английском языке, оказалось, что ключевое слово «мелатонин» дает нам ссылку на 26 с лишним тысяч статей. Сочетание мелатонин и рак – уже 2647 статей, а сочетание мелатонин и профилактика рака – всего 560 статей. Хотя это тоже немало. Причины уменьшения выработки мелатонина разбираются и исследуются во многих работах. Основными считаются стрессовые состояния, курение, злоупотребление алкоголем и кофеином. Остальные причины так или иначе связаны с освещением. Синий свет компьютеров, свет ночью, работы в ночную смену, нарушение и сбой циркодианных ритмов, проживание в северных широтах, трансмеридианные перелеты, джетлаг, ну и, конечно, возраст. По мере старения организма синтез мелатонина уменьшается. Уменьшается ночной пик мелатонина. Кроме этого, кривая синтеза мелатонина сдвигается во времени. А начиная с 45 лет, снижение мелатонина становится уже клинически значимым. Различные виды исследований, эпидемиологические, экспериментальные и клинические, изучают возможные механизмы действия мелатонина, его биологические и фармакологические эффекты. Системные последствия дефицита мелатонина охватывают практически все органы и системы человеческого организма. Среди них есть онкологические заболевания и преждевременное или ускоренное старение организма. Эти процессы, несомненно, взаимосвязаны. Данная схема, я думаю, известна всем. Она как раз объясняет и указывает на связь старения и канцерогенеза. Установлено, что мелатонин эффективен на системном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях, препятствуя старению и раку. На системном уровне мелатонин снижает продукцию гормонов, способствующих этим процессам, стимулирует иммунный надзор, предупреждает развитие метаболического синдрома. Одновременно подавляется продукция свободных радикалов кислорода. Активируется антиоксидантная защита. Также мелатонин тормозит пролиферативную активность клеток и повышает уровень апоптоза в опухолях. Также он уменьшает уровень апоптоза в нервной системе, угнетает активность теломераза. На генетическом уровне мелатонин подавляет действия мутагенов и кластогенов, а также экспрессию онкогенов. В настоящее время онкостатическими механизмами действия мелатонина считаются стимуляция апоптоза, его антиоксидантная активность, модуляция мелатониновых рецепторов первого и второго типа, регуляция провоспалительной сигнализации и метаболизма опухоли, ингибирование ангиогенеза, метастазирование и индукции эпигенетических изменений. Это возможно потому, что мелатонин выступает в организме в трех ипостасях, как гормон, и это его самая известная роль, как антиоксидант, и как леганд или трансмиттер, обладающий аффинитетом к клеточным и ядерным мелатониновым рецепторам. Согласно эпидемиологическим исследованиям, которые освещены в достаточно большом обзоре в журнале OncoTarget, показано, что женщины с уровнем мелатонина в сыворотке крови менее 39,5 пикограмм на миллилитр имели значительно более высокий, в 15 раз больше, риск развития рака молочной железы. По сравнению с пациентами, с уровнем мелатонина больше, чем 39,5 пикограмм на миллилитр. Также уровень мелатонина в сыворотке крови у женщин с раком яичников был значительно ниже по сравнению с контрольными группами. Мужчины с утренним уровнем 6 сульфата оксимелатонина, а это метаболит мелатонина, в моче ниже медианы, имели в 4 раза более высокий риск развития рака предстательной железы по сравнению с мужчинами с уровнем выше медианы. Также известно, что у онкологических больных наблюдаются морфологические изменения эпифиза, такие как гипертрофия или атрофия железы, кисты или кальцификация эпифиза. Следует учитывать, что в эпидемиологических исследованиях методы оценки мелатонина не являются единообразными. Концентрация мелатонина измерялась в одних работах в моче, в других в плазме, а в третьих в сыворотке крови. В большинстве исследований нет указаний, в какое время были собраны пробы. Понятно, что эти различия могут привести и приводят к различной интерпретации результатов эпидемиологических исследований. И понятно, что в этом случае лабораторные исследования на клеточных культурах или в модельных условиях на животных могут точнее оценить противоопухолевый эффект мелатонина. Наши исследования о влиянии профилактического применения мелатонина в модельных условиях на крысах линии ЛИО в различных световых режимах показали, что применение мелатонина не оказывало существенного влияния на развитие спонтанных опухолей у самок, содержавшихся в стандартном и постоянном режиме освещения. Однако достоверно угнетало их развитие в группе естественного освещения. Средняя продолжительность жизни самок со злокачественными опухолями уменьшалась в группе естественного и постоянного освещения. Причем в группе естественного освещения эти различия достигали уровня статистической значимости. Применение мелатонина сопровождалось снижением частоты и множественности развития, прежде всего опухолей молочной железы в группе естественного освещения. А у крыс, находившись в условиях постоянного освещения, мелатонин достоверно тормозил развитие опухолей молочной железы, яичников и матов. Как известно, рак молочной железы является одним из наиболее распространенных видов рака у женщин и одной из ведущих причин смерти женщин в возрасте от 40 до 55 лет. Так же, как и рак яичников и матки, тоже достаточно частый вид рака женского организма. Частота развития новообразований других локализаций под влиянием мелатонина в наших исследованиях достоверно не изменялась во всех группах. На графиках можно видеть, что применение мелатонина практически нормализует динамику возникновения опухолей в группе естественного освещения и сдвигает вправо кривую выхода опухоли в группах стандартного и постоянного освещения. Таким образом, введение мелатонина самкам предотвращало неблагоприятный эффект естественного освещения на развитие опухоли. Мелатонин угнетал развитие спонтанных опухолей у самок крыс, прежде всего молочной железы, яичников и матки. Влияние мелатонина на динамику возникновения злокачественных опухолей у самок крыс в различных световых режимах представлено на данном слайде. Очевидно, что ингибирующие действия на рост и развитие опухолей у мелатонина не всегда однозначны. У контрольных самцов в группе естественного стандартного освещения опухоли развивались в 29,8% случаев, а при введении мелатонина только у 9,8% крыс. Также в контроле у 57 крыс было выявлено 9 злокачественных опухолей, а при введении мелатонина ни одной. Отчетливый тормозящий эффект на развитие спонтанных опухолей проявился и в группе постоянного освещения. Под влиянием этого гормона достоверно снизилась частота развития злокачественных новообразований, прежде всего гематопоэтической системы. Введение мелатонина самцам крыс, содержавшимся в условиях естественного освещения, не оказывало существенного влияния на частоту развития опухоли. Однако применение мелатонина полностью предотвращало развитие злокачественных лимфов и лейкозов. Введение в ночные часы мелатонина существенно угнетало развитие спонтанных опухолей у самцов-крыс, содержащихся в условиях стандартного и постоянного режимов освещения. Это отчетливо видно на этих графиках. Опираясь на эпидемиологические и клинические исследования, представленные в литературе, можно обобщить некоторые данные. Мелатонин может быть использован в качестве адюванта при лечении рака, усиливая терапевтические эффекты и уменьшая побочные эффекты химиотерапии или облучения. Может быть отличным кандидатом для профилактики и лечения нескольких видов рака, таких как рак молочной железы, рак предстательной железы, рак желудка и колоректальный рак. В наших исследованиях мелатонин снижал риск развития опухоли молочной железы и матки у самок, литигом, лимфом и лейкозом у самцов-крыс при нарушенных световых режимах. На последнем слайде хотелось бы представить результаты последней работы, где одновременно было изучено влияние мелатонина и лузендола, блокатора мелатониновых рецепторов, на продолжительность жизни самок-крыс. Как видно из таблицы и графика, все параметры продолжительности жизни у самок, получающих лузендол, были достоверно ниже, чем у крыс контрольной группы. А у самок, получающих мелатонин, значения минимальной и средней продолжительности жизни были достоверно выше в сравнении с группой контроля. Представлены только параметры продолжительности жизни, но я думаю, что в следующем году мы сможем представить и результаты морфологического исследования, которое в настоящее время закончено еще не окончательно. Думаю, что это исследование только подтверждает протективную роль мелатонина как в продолжительности жизни, так и в его онкостатическом действии. Спасибо за внимание!